МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на Первом канале. В студии Наталья Семенихина. Здравствуйте. Нарушив все договоренности о мирных переговорах, Грузия минувшей ночью начала войну против Южной Осетии. Территорию республики обстреливает крупнокалиберная артиллерия. Реактивные установки залпового огня. Ночью начались и бомбардировки грузинских ФВС. В нарушении международных правил ведения боевых действий грузинские военные прицельно стреляют и по району дислокации миротворцев. Командование сообщает, есть и убитые, и раненые. А в штабе контингента выведена из строя радиосвязь. И это при том, что Тбилиси просит Россию вмешаться в ситуацию в качестве миротворца. Кроме того, грузинские штурмовики СУ-25 бомбили колонну с медикаментами, которую из Северной Осетии отправили в Схенвале. И есть данные, что грузинские военные уже в Схенвале. На южных окраинах города идет бой. Грузинская сторона предлагает властям республики сложить оружие в обмен на амнистию. Но в ответ звучат заявления, что юго-осетинская армия контролирует свою столицу. Какими усилиями это дается, можно только догадываться. Пострадавших пока никто не считает, но судя по ситуации их даже не десятки. Пока же официально подтверждена гибель 15 мирных жителей. В правительстве Грузии заявляют, что не остановятся, пока не установят в республике свой порядок. В горящей юго-осетинской столице работают наши корреспонденты. Нам все труднее налаживать с ними связи. Только по телефону мы сейчас можем узнать подробности из центра конфликта. За несколько минут до эфира нам удалось дозвониться нашему совкору Антону Степаненко. Разговор прервался, но вот что он успел нам сообщить. Я же не могу вас сфотографировать. У меня аппаратура не работает. Ты заколдованный, что ли? Наверное. У нас проблемы с эфиром. В течение выпуска мы попытаемся вывести Антона Степаненкова в прямой эфир, чтобы узнать последние новости из Цхинвали. Цхинвали полностью окружен грузинскими войсками. Они захватили населенные пункты и важные стратегические высоты на подступах к городу. Более того, по утверждению Михаила Саакашвили, бои идут уже в самом центре Цхинвали, а грузинские военные контролируют большую часть Южной Осетии. В зоне боевых действий оказались как минимум 30 тысяч мирных жителей, среди которых много женщин и детей. Еще накануне у людей была возможность покинуть столицу, однако воспользовались этим шансом лишь несколько сотен семей. Остальные до последнего надеялись, что ситуацию удастся разрешить, и ночная атака для многих казалась неожиданной. Хроника событий минувшей ночи в репортаже Владимира Нестерова. Интенсивные карты в Цхинвале появились около полуночи. На сей раз грузинская сторона не ограничилась минометным и пулеметным огнем. Впервые Тбилиси применил системы залпового огня. Нескакими днями ранее в район Южно-Осетинской границы были стянуты 26 ракетных установок. На меня сейчас вышла грузинская сторона и била открыто, что они приступают к открытому введению по-русски. Это война? Практически, да. Это объявлена война. Удары по городу наносились в течение всей ночи. Город находился в огне. Горели жилые дома, комплекс правительственных зданий, центральный детский мир. Несколько улиц оказались полностью разрушенными. Пожарные с невероятными усилиями выполняли свою работу. В Цхинвале уже около недели нет водоснабжения. Государственное телевидение Грузии до трех часов ночи регулярно выходило с экстренными выгрузками новостей. Официальные грузинские власти заявляли, что вооруженные силы приступили к наведению порядка на территории Южной Осетии. Руководство Грузии приняло решение о восстановлении конституционного порядка во всем регионе. Осетинская сторона получила то, что хотела. Вместо того, чтобы успокоиться и прекратить огонь, они начали интенсивный обстрел наших сел. Грузинская сторона не могла равнодушно смотреть на это. Поверьте, все идет по плану и без потерь. А еще через несколько часов началось наступление. Грузинская танковая бригада попыталась штурмом прорваться в Цхинвале. Впрочем, колонны были остановлены на подступах к городу. По данным грузинской стороны, армии удалось захватить несколько сел. Вокруг 30-тысячного Цхинвале, большинство жителей которого имеют российские паспорта, сжималось кольцо окружения. Уличные бои, снайперские обстрелы не давали машинам скорой помощи забирать убитых и раненых. Больницы Цхинвале переполнены пострадавшими. Операции проводятся прямо в коридорах и подвалах. Осколочное ограничение, ранение в Брусной полости. Без повреждения органов пока что. А это он медленный житель? Да, он медленный житель. Поступил именно дома, его ранило и оттуда поступило. С рассветом штурм возобновился. Грузинская сторона применила авиацию. Боевые самолеты и вертолеты бомбили любые подозрительные, на их взгляд, объекты. Под удар попала гуманитарная колонна с медикаментами из Северной Осетии. Под обстрелом также оказались посты российских миротворцев и штаб смешанных сил по поддержанию мира. Из строя выведена радиосвязь. На южной окраине города слышны разрывы снарядов, автоматные пулеметные очереди. По свидетельству корреспондентов Первого канала, который находится сейчас в Схенвале, южно-осетинские силы оказывают наступающей армии ожесточенное сопротивление и контролируют свою столицу. Не исключено, что Грузия в ближайшее время подтянет к границам Южной Осетии дополнительные подразделения. В Тбилиси объявлено о сборе резервистов. Владимир Нестеров, Первый канал. Мы возвращаемся в Схенвале, где работает наш корреспондент Антон Степаненко. Так вот, что успел он нам сообщить до того, как прервалась телефонная связь. В настоящий момент обстрел подвергается расположению базы российских миротворцев. Несколько ракетных бомбовых ударов наносила грузинская авиация по расположению миротворцев и по непосредственно самому городу. И в эти минуты активная перестрелка и уличный бой происходит фактически у ворот базы российских миротворцев. Тем не менее, юго-осетинская столица еще сопротивляется. Грузинская тяжелая техника закрепляется на улице города и ведет огонь прямой наводкой по позициям юго-осетинских военных и ополченцев. Уличные бои носят ожесточенный характер, но единой линии обороны уже не существует. Сопротивление носит очаговый характер. Впрочем, говорить о том, что центр города, где находятся все правительственные камеры, взят под полный контроль грузинскими войсками еще рано. Осетинские военные и ополченцы по-прежнему удерживают позиции на юге, севере и в центральной части Кенвала. Что касается центральной части города, сопротивление действительно оказывается. Еще час назад мы с оператором были как раз там и наблюдали ожесточенные уличные бои за центр юго-осетинской столицы. В помещениях базы взрывается много гражданского населения. Здесь же удалось собраться всем российским журналистам, работающим в зоне грузино-осетинского конфликта. Попрадавших среди журналистов нет. Потери раненой и убитой среди гражданского населения посчитать пока не удается. Взрывы слышны на связи из Хенвали. Наши корреспонденты работают в горящей юго-осетинской столице. Будьте осторожны, мы следим за развитием событий. Мобилизация всех военнообязанных, проживающих на территории Грузии, началась сегодня рано утром. Резервистов оповещают о том, что в кратчайшие сроки они должны собраться на столичном стадионе «Локомотив». По данным грузинской стороны, за последние годы было обучено и записано в резерв более 100 тысяч человек. Спецподготовку на случай войны проходили лица в возрасте от 25 до 45 лет. Грузинские власти исчерпали кредит доверия, заявляет российский посол по особым поручениям Юрий Попов. Накануне именно он вел сложные переговоры с участниками конфликта, и итог был весьма обнадеживающий. Договорились, что до встречи, намеченной на сегодня, никто не будет стрелять. И президент Грузии Саакашвили исполнение договоренности гарантировал. Ни о какой сегодняшней встрече теперь, разумеется, речь уже не идет. И тем циничнее звучат заявления Тбилиси, что таким вот образом грузинские военные восстанавливают мир в регионе. Последние новости из грузинской столицы мы рассчитываем узнать у нашего корреспондента Максима Боброва. Максим, передаю вам слово. Наташа, на фоне большой войны в Южной Осетии в Тбилиси звучат новые воинственные заявления. В очередном телеобращении к нации президент Грузии Михаил Саакашвили возложил всю ответственность за кровавролитие на власть Южной Осетии. По словам Михаила Саакашвили, грузинская армия пойдет до конца в проведение операции, которую в Тбилиси здесь предпочитают называть наведением конституционного порядка. И заявление Саакашвили, о котором вы уже сказали, в ближайшее время под штык будут поставлены все грузинские армейские резервисты. Я, как главнокомандующий вооруженных сил Грузии, объявляю всеобщую мобилизацию. Все резервисты обязаны прийти на пункты сбора и направиться в зону конфликта. Грузия переходит на военное положение. Мы должны защитить свою страну и добиться того, чтобы на территории Цхинвальского региона больше не действовали криминальные бандформирования. И новость буквально последних минут. Грузинские власти распространили информацию о якобы сбитом неподалеку от зоны конфликта российском самолете. Впрочем, никаких подтверждений этому не последовало. К слову, отмечу, что на вооружении грузинской армии есть истребители российского производства. Наташа. Да, Максим, спасибо вам большое. И вот только что мы получили сообщение из МИДа Российской Федерации. Там опровергают информацию о том, что грузинская сторона якобы сбила российский самолет. Это бред, очередная, достаточно гнусная провокация официального Тбилиси. Так заявили Интерфаксу в пятницу в Департаменте информации и печати МИД Российской Федерации. В эти минуты под руководством президента России Дмитрия Медведева обсуждается комплекс экстренных мер по возвращению ситуации в Южной Осетии в мирное русло. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В числе первоочередных задач защиты находящегося в зоне боевых действий мирного населения. С учетом имеющегося у нашей страны миротворческого мандата. А также защиты российских граждан и национальных интересов России. Также сообщается, что в ближайшее время Дмитрий Медведев проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященные ситуации в зоне конфликта. Война в зоне грузин-осетинского конфликта началась в день открытия Олимпиады. Хотя еще три дня назад в Минобороны Грузии заявляли, что объявляют Олимпийское перемирие. Известно еще с античных времен, оно предполагает прекращение огня за семь дней до начала Игр и, разумеется, на время всей Олимпиады. Но для всего мира спортивный праздник сегодня омрачен военными сводками. В Пекин на открытие Игр накануне прилетел российский премьер Владимир Путин. И двусторонние встречи с лидерами, в том числе и Китая, за несколько часов до Олимпийского старта проходят, конечно, уже под другим углом. Из Пекина в прямой эфир выходит Алексей Петров. Алексей, мы ждем подробностей. Да, Наталья, боевые действия в Южной Осетии сегодня ключевая тема во время всех встреч Владимира Путина. Он детально проинформировал китайское руководство о происходящем. Тема эта доминировала, в частности, во время беседы с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзебао. Путин подчеркнул, что Грузия сейчас ведет обстрел Цхинвали с трех сторон, в частности, используя системы залпового огня ГРАД. И один из снарядов попал в казарму российских миротворцев. В ходе боев у Цхинвали грузинская сторона, подчеркнул Путин, применяет танки. Вэнь Цзебао высказался в поддержку заявления российского МИДа, в котором содержится призыв урегулировать ситуацию политико-дипломатическими средствами и призвал стороны к сдержанности. Эта же тема доминировала и во время разговора Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Нам очень жаль, что на открытии Олимпиады, а с покой веков было так, что во время Олимпийских игр оружие замолтало, а здесь наоборот. В день открытия Олимпиады, накануне открытия, грузинское руководство предприняло очень агрессивные действия в отношении Южной Осетии. Фактически начала боевые действия с применением тяжелой техники, артиллерии, танки подключили недавно, есть жертвы убитые, ранеными, в том числе есть пострадавшие среди российских миротворцев. Это очень печально, очень настораживает. Это, конечно, будет вызывать ответные действия. Нам бы очень хотелось, чтобы и в рамках Содружицы независимых государств такие действия нашли соответствующую оценку, и мы все должны предпринять усилия для того, чтобы остановить свою правительство. Я вот имел возможность уже поговорить и с китайскими нашими партнерами, и с президентом Соединенных Штатов, и все практически в один голос говорят, война никому не нужна. Надеюсь, что этот призыв будет услышан и грузинскими государствами. Ситуация в Южной Осетии, очевидно, станет ключевой темой и дальше, и Владимир Путин продолжит обсуждать ее в ходе своих дальнейших двусторонних встреч. По плану он должен встретиться с бывшим председателем КНР Дзянь-Земинем. Наталья. Спасибо. Алексей Петров из Пекина, где праздник сегодня мрачен событиями в зоне грузино-осетинского конфликта. Ситуацию в зоне конфликта сегодня прокомментировал председатель Госдумы Борис Грызлов. Он заявил, что Россия защитит своих соотечественников в Южной Осетии. По словам спикера, Россия может принять полномасштабные и оперативные меры, необходимые для защиты российских граждан в регионе и сохранения безопасности на южных рубежах страны. В то же время Грызлов отметил, что российское руководство продолжит терпеливый поиск путей выхода из грузино-осетинского конфликта на всех уровнях. И в рамках смешанной контрольной комиссии, и в Совете безопасности ООН, и в режиме консультаций с международными партнерами. Этой ночью МИД России выступил с официальным заявлением по поводу ситуации в Южной Осетии. Действия Грузии, развязавшие войну сразу же после заявления о прекращении огня, названы актом вероломного нападения. Тем не менее, представитель внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что предотвратить массовое кровопролитие пока еще возможно. Для этого руководство Грузии должно немедленно прекратить агрессию, вернуться к цивилизованным мерам и сесть за стол переговоров. Грузинские военные подразделения предприняли вероломное массированное нападение на Цхинвале. Стало абсолютно понятным, почему на протяжении длительного периода Тбилиси под различными предлогами упорно уклонялся от заключения юридически обязывающих соглашений с Южной Осетией и Абхазией о неприменении силы. Сейчас еще не поздно предотвратить массовое кровопролитие и новые жертвы, в том числе среди мирного населения. Президент Абхазии Сергей Багабш заявил, что действия грузинских властей в очередной раз доказывают, что Грузия не намерена вести мирный диалог и делает ставку только на силовое решение проблем в регионе. В связи с этим, по словам Багабша, Абхазия обязана предпринять оперативные меры. На экстренном заседании Совбеза и Военного Совета Республики было решено, что силовые структуры в оперативном порядке должны приступить к охране своей территории и быть готовыми к оказанию помощи юго-осетинскому народу. Сегодня в 6 часов утра абхазские военные выдвинулись в сторону грузинской границы. Боеготовность вооруженных сил на приграничной территории лично проверяет президент Сергей Багабш. Он уже заявил, что в случае дальнейшего осложнения ситуации в Южной Осетии, абхазская армия выполнит все задачи, поставленные Советом Безопасности Республики. Обстановка крайне опасная, которая очарована серьезными последствиями, они уже начались. И то, что происходит сегодня в Южной Осетии, это то, о чем мы предупреждали, и мировое сообщество, и наших друзей, что это может быть. И Саакашвили сделал это, он показал свое лицо, лицо агрессора, человек, которого должен судить международный трибунал. Он должен сесть там же вместе с государственными преступниками, за то, что он уже натворил в Южной Осетии. Мы сегодня подняли наши вооруженные силы, частично, и выдвигаемся в сторону грузинской границы. Потому что сегодня Южная Осетия, завтра Абхазия, и так продолжаться не может. Сегодня утром по тревоге поднят весь личный состав Министерства внутренних дел Северной Осетии. На всех участках границы республики усилены посты охраны. Представители МВД опасаются, что ситуацией в Южной Осетии могут воспользоваться бандформированием. Исполняющий обязанности главы Северо-Осетинского силового ведомства Сослан Секоев не исключил возможности проведения диверсии, терактов со стороны бандитов. Чтобы этого не произошло, на административной границе Северной Осетии началась тщательная проверка всех видов транспорта. Мы установили моим приказом сплошные досмотровые мероприятия всех транспортных детств, кто к нам въезжает, кто выезжает. Поэтому я прошу наших сограждан, в первую очередь гостей, набрать терпение. Это в целях нашей собственной безопасности. И не только на границе мы принимаем экстренные меры обеспечения безопасности, но и во всех населенных пунктах. Северная Осетия готовится принять на свою территорию новых беженцев. Никто не сомневается, что из Южной Осетии их поток в ближайшее время значительно увеличится. Северо-осетинские представители уже заявили, что смогут принять как минимум 2000 человек. К границе уже направлен транспорт, который будет эвакуировать жителей соседней республики. В триграничной территории машины также будут доставлять раненых. Для них готовятся дополнительные места в районных и республиканских больницах Северной Осетии. Представители правительства Северной Осетии уже назвали действия грузинской стороны нарушением всех международных договоренностей. В день начала Олимпийских игр большего кашуства и большего фашизма, наверное, нельзя было придумать, чем это сделали грузинские руководители в лице Саакашвили. Человек, которого должны поставить на мировой суд, и его мировой суд должен осудить. Если сегодня принимают меры ГАКС и суд Караевичу и другим руководителям, то в первую очередь ему надо дать оценку, его осудить за те преступления, которые он сегодня совершил перед осетинским народом и перед мировой общественностью. Сегодня утром по требованию России было созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН, которое было полностью посвящено ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Его участники выразили обеспокоенность ситуации в Южной Осетии, но никаких документов не принято. В Нью-Йорке работает Владимир Ленский, и вот что он сообщает об итогах Совбеза. Три часа потребовалось российским представителям при ООН, чтобы собрать внеочередное экстренное заседание Совета безопасности. Дипломаты встретились в штаб-квартире ООН в час ночи по местному времени. Выступление представителя России Виталия Чуркина было эмоциональным и очень жестким. Виталий Чуркин отметил, что военная операция Грузии против Южной Осетии угрожает стабильности и миру в регионе. Представитель Грузии Ирак Лео Асане предпринял попытку возложить ответственность за эскалацию агрессии на руководство Южной Осетии. Буквально все члены Совета безопасности призвали обе стороны конфликта прекратить насилие и вернуться к переговорному процессу. Я думаю, сегодняшнее чрезвычайное заседание Совета безопасности, которое было созвано по требованию Российской Федерации, было полезным. Было полезным, потому что, как я надеюсь, все же грузинские представители почувствовали, что международное сообщество не готово мириться с силовыми методами урегулирования грузино-южно-осетинского конфликта. Однако, по мнению российской делегации, итоги заседания Совета безопасности могли бы быть еще более весомыми, если бы представители западных стран приняли общее заявление, осуждающее действия Тбилиси. К сожалению, опять проявилась вот эта политическая игра, опять проявилось желание так или иначе выгородить Тбилиси и говорить о чем угодно, а не о агрессивных действиях грузинского руководства, которые мы наблюдаем столь отчетливо и трагично, к сожалению, в последние дни. Однако Россия продолжает работать с западными партнерами и предпринимает усилия по урегулированию конфликта. Продолжаются интенсивные консультации с представителями Вашингтона и европейскими лидерами. Владимир Ленский, Первый канал, Нью-Йорк. Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность с событиями в Южной Осетии. Президенту Грузии минувшей ночью позвонил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, чтобы прояснить ситуацию. Он призвал сделать все возможное для скорейшего прекращения насилия и возобновления мирных переговоров. Кроме того, официальный Вашингтон выступил с призывом прекратить огонь в зоне грузино-осетинского конфликта и начать прямые переговоры для разрешения кризиса. В Хинвале продолжает сопротивление. Об этом сообщает Госкомитет по информации и печати Республики Южная Осетия. По имеющейся на данный момент информации, несмотря на продолжающиеся военные действия, город не взят грузинскими войсками и продолжает сопротивление. Так говорится в полученном нами сообщении. Мы следим за развитием событий. До встречи.